Привет! Заходим в проект, снова же листаем вправо и открываем вкладку «Гай» и ищем блок по кнопкам выбора. Вот он. Первая строка отвечает за ширину окна кнопок выбора. Соответственно, чем правее сдвинуть этот ползунок, тем шире будет кнопка выбора. Это показывается вот здесь. Вторая строка, вот эта, отвечает за сглаживание углов окна. Тоже визуально показано. Ну, пускай будет такое же, как диалоговое окно. Третья устанавливает цвет текста. Ну, поставлю такое же, как в диалоговом окне. Четвертая, отвечает за обводку текста в кнопках выбора. Так, это такой же цвет, не видно. Вот. Пятая строка отвечает за ширину обводки относительно текста. То есть, это, в принципе, то же самое, что было в уроке по диалоговому окошку. Чем правее сдвинуть ползунок, тем ярче будет эта самая обводка. Сейчас другой цвет поставлю. Пусть тоже будет фиолетовым. И шестая строчка, последняя, отвечает за цвет окошка кнопок выбора. Кроме того, можно поменять параметры в самом первом блоке, а именно поменять размер текста, прозрачность окна и шрифт. Но эти изменения применятся еще и к диалоговому окну и окошку имени персонажа. Об этом блоке я более подробно рассказывала в предыдущем уроке. Тестируем, что вышло. Назад. Нажимаю на три точки. Play. Новая игра. Все. Как видим, дизайн кнопок выбора поменялся. И текст, конечно же. Итак, все отлично работает. Заходим в проект. И теперь покажу, как поменять дизайн кнопок выбора на какой-то свой. Для этого листаем в самый низ и кликаем на вот этот вот значок на последней строчке. Он и позволит установить собственный дизайн. Так, сейчас я загружу сюда новое изображение, потому что я его подготовила. Для этого надо зайти в галерею, нажать вот на эту кнопку, пролистать вниз, сохранить файлы, iCloud Drive, сохранить. Все, появилось. Кликаю. Все, теперь будет собственный дизайн у этих кнопок выбора. Назад. Три точки нажимаю. Play. Снова же. Новая игра. Все, теперь дизайн кнопок выбора установлен, исходя из картинки, которую я поставила. Ну, а на этом все. Поехали.